марина привет спасибо тебе большое что мы с тобой встретились в эти замечательные новогодние денечки нашла время в своем плотном театральном графике я поражена твоей историей также как история ангелины за последние получается полгода даже меньше начиная с октября месяца ты прилетела из владивостока четыре раза уже на мероприятие светланы лавровой марин зачем ты прилетаешь что займет в чем секрет что для тебя такого здесь происходит значимого до важного чем бы ты могла вот поделиться как бы ты могла это описать скорее всего нужно у моего высшего я спросить потому что у меня вот куда идет энергия туда видимо я выплываю вот да это путь к себе почему-то у меня на светлана очень сильно все откликается ее пространство ее поле и помогает мне раскрытию меня же мало что от меня зависит это точно у меня до появляется желание мне было появляется энергия и двигаться до начиная с первого семинара когда мне очень крепко вскрыла тогда я конечно вышла в люди после семинара и поняла что я огромная жизнь просто течет через меня я просто ну как бы наблюдаю за всем этим мне это очень понравилось ты знаешь сейчас ты вспомнила вот о том первом ретрите в москве я тоже вспомнила этот ретрит ты была человеком который просто наблюдал за всем происходящим его сколько-то дней ты вообще не проявлялась и не участвовал и выглядело это так на тот момент что ты не включаешься что ты не в поле что тебя не трогает то что здесь происходит но так выглядело сейчас может быть ты прокомментируешь тоже вот то свое состояние а сегодня этот человек который четвертый раз прилетает ребят из ладивостока вы понимаете вообще что это такое из ладивостока в сочи вот и как как это прокомментировать я вообще чем который в принципе не проявляется это мое естественное состояние вот первый ретрит у меня были первые мысли думаем блин что за глупые вопросы для чего это то есть я как бы еще вот просто была до по этому течению вот потом включилась во все эти процессы бубны там на тебя как-то практика с бубном особенно подействовала и это тоже плюс я на первом ретрите не ела и не пила сити весь этот ретритный период и она очень глубокий видимо процессе да зато потом на шестой день возвращения у меня открылся жор очень а что было особенного вот в практиках с бубном на том московском ретрите ну я очень глубоко проваливалась поэтому я не сложно сказать что там было но видимо очень глубинный процесс вот эти глубинные процессы как правило в моменте когда заканчиваются эти пять дней очень трудно осознать и мы все это знаем потому что мы все участники до этого ретрита и вот время протяженность во времени дает возможность посмотреть как эти распаковки идут вот те самые распаковки про которые светлана говорит что они будут вот для тебя в чем они выразились какие может быть твои ощущения от мира от себя изменились может быть какие-то еще события что что произошло что в чем эти распаковки лично для тебя заключаются наверно больше любви хочется проявлять на работе дома финансы финансовый поток поменялся расширился я сама другая для себя стала это именно имеешь ввиду про первый вообще в целом не обязательно про первый в целом вот даже в разрезе получается вот с октября сегодня январь вот в разрезе этого времени что в тебе раскрывается я просто знаешь когда ты говоришь про человека который не проявляется и ты просто вечернем платье на каблуках пальто шикарная женщина который просто хочется открыть дверь лимузина встречая такую женщину для интервью и она говорит о том что она не проявляется это конечно ты уже изменилась морем все судьба того как ты выглядишь но даже вот в этом например нет это конечно не люблю все я стала ходить на мероприятие дома на танцульке и мне это дико на здорово но когда и после перед вторым репритом и после второго реприта то есть мне подруга давала микрофон в караоке я его даже взять в руки не могла то есть вот нет 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 категорическое не зато после новогоднего я понимаю что у меня еще больше раскрыла потому что я встала на гвозди которые 12 данных не знаю вот и у меня вот пространство раскрылась так что я просто себя вызвала такой маленькой малюсенькой тельце внутри а все остальное вот это вот я ты конечно было очень болезненно на что я на первой гвозди безболезненно стал то здесь меня конечно очень сильно и после этого вот мы с друзьями пошли в караоке не конечно было очень страшно но я начала пить может быть на следующем ретрите ты порадуешь нас каким-то творческим этюдом это было бы здорово даже то что вот участие в представлении вашем перфементе что я смелился в нем участвует тоже наверное говорит о том что все-таки границы мои света потянула расскажи а как как бы ты мог я понимаю это сложно но вот как бы ты могла описать что такого она привносит в наше пространство потому что вот мы сидим да мы болтаем в абсолютно непринужденной атмосфере как бы ты могла описать что такого она привносит что так трансформирует нас я не готова это сказать потому что она обычно на ретрите этому с утра до вечера медитируем с утра до вечера йога мы пашем как бобики потом выходим и видим там какой-никакой результате вроде бы ничего не происходит ну да там купаемся в речке горной ну да там бубен там просто общение разговоры со светлой и я понимаю что как бы что-то выносит меня из берегов что-то меня делать абсолютно другой абсолютно какой-то счастливы и могу сказать что у меня что-то как бы там цепляет тригери то есть у меня вот это как раз уже нет а именно хочется именно выйти на тот уровень себя огромный и когда жизнь все да вот это конечно мне очень сильно то есть ты через свету получаешь вот это это расширение то есть да я вижу свои границы хотя даже свои границ не вижу я не вижу все границы но я понимаю что и чтобы ты раскрываешь уже не скажи какие ее качества для тебя являются привлекательными в процессах первое что идет вот такая вот родноленько такая вот любимка любимка ну а какие вот не знаю я наверное за простоту и честность без всякого вот вот нету не пафоса какого-то какой-то игры не ничего то вот такой же не будет просто легко и душевно мне правильно как нелегко молчать то есть я могу абсолютно рядом сидеть молча все реклиты данные и проявляться на меня идут процессы мне от этого кольцо марин но четыре раза с владивостока 44 москва сочи ретрит сочи красная поляна ты стали поехала ну конечно же было отдельное мероприятие и сейчас новый год четыре мероприятия ты посетила 4 не на про последние вообще не ожидал то есть я точно знала что я хотела бы с вами когда встретить новый год то есть у меня другого не видела либо дома одна либо как бы из вами новый год и света говорит приезжай на ту что есть и совсем нету вот так вот раскатана на себя до тратить столько до этого здоровья моему сыночку вот и он говорит они пришли с невесткой говорят куда ты хочешь на новый год выбирать тайланд мальдивы там и жаник никуда не хочу дома нет на тебя не отстанет вот они неделю за мной ходили по пятам тут я понимаю блинешь раз пространство мне дает такой шанс игру все свете на новый год сочи я понимаю что прямо все совпало даже не то что я управляю этим процессом это уже моей высшей агре слушай ну не будет дурой тебе уже прямо все карты в руки и сказала что не ожидала не ожидала что что на этом новогоднем не ретрите что не ожидал а как тебе вот этот семейный формат что мы жили в доме были одни как тебе и дети эти шумные наши же наши дети мне настолько это все комфортно что не как бы не плавить на мой вкус идеально да просто мы обычно встречаюсь в каких-то отелях где больше пространства тебе все понравилось все это уже было эти пятизвездочные отели это то есть мне как бы этим удивить очень сложно как бы вот если говорить кто у нас олеся дали перед перегернула я ее слушаю думаю блин ваш тоже это сейчас вылетки все понимаешь пошла трансформацию всех как бы нет не мне сейчас настолько последнее время важно с кем быть они где для меня это вот просто со мной то есть северный полюс на сломанных лыжах и говорит ангелина ну не важно с кем марин я тебе так благодарна вот за все что чем ты сейчас поделилась еще не все делись давай тогда еще раз удивительно я всю жизнь бегла за просветлением за пробуждением и тут рук не не выпадает роль вот этого определенная а ты сейчас уже говоришь про перформанса на про наш спектакль до которым я конечно была очень этому удивлена мариночка была я следующей плотности то есть я у нас была готовить события да 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 то есть есть я сознание который здесь сейчас проживает эту реальность обыденный уровень марина была следующий уровень который готовит события для самой же себя на другой плотности расскажи очень понравилось конечно я не ожидал что вот этого вот этот уровень пробуждения дальнейшую придется его сыграть то есть вот этого состояния когда ты постоянно находишься тебе удалось соединиться с этим состоянием да ты его прочувствовала у меня мурашки ну оно мне было такое какой-то родное я не знаю насколько я это смогла передать через себя ну как ты чувствовал как ты внутри как тебе прочувствовала понравилось это как платье которое ты примерила как тебе в нем было шикарно я понимаю что как бы вот для меня события это просто события для того я да хорошая а вот когда я вот в это играю вот тебе вот это событие вот это все с такой любовью как бы вот неважно но позитивно то есть для меня это просто событие вот как ты говорила мне прям вот каждая клеточка это вот все а тяга вот туда вот это в новой когда свитер нас вот и дальше туда вообще мурашки ребят у меня мурашки делюсь с вами за голос за кадром потрясающе это такая новая форма как бы для меня тоже голос за кадром небольшой для меня это вообще был способ осознать идеи светланы потому что эти идеи они такие простые лаконичные но когда я действительно поняла благодаря вот этому творческому нашему спектаклю что она имеет ввиду про вот эти я про эти разные плотности я наконец-то поделал я наконец-то поняла как это это было потрясающе для меня тоже ты самой ты вообще такое пространство организовала все это новогоднее мероприятие просто знаю что насколько это бывает нелегко собрать разных людей как-то вот их да мы вместе с вами все это сделали мне тоже очень было знаешь все как по маслу вот мы как начали все прям на одном дыхании даже вплоть до того что мы вышли на реку вот ночь да пошли пускать фейерверки вот не раньше не позже пол двенадцатого то есть все прям как знаешь по какому-то магическому времени до синхронизировалась пели песни удивительно что гитары желтые то что наша студенческая хороводов мне не хватило ну придется еще раз собраться вообще здорово конечно ну то есть я никогда ничего не ожидаю то есть я понимаю что меня куда-то несет и мне туда надо и я с огромным таким удовольствием пустилась правда во все тяжкие я говорю вот дискотеки караоке мне это очень нравится встреча с друзьями в общем как-то оно все так прямо вот ложилось идеальным образом то есть я и людям со мной хорошо и мне с людьми хорошо и Сочи прекрасен в общем еще интересно как вот домой вернусь какие там будут ощущения есть что-то еще возможно в твоей жизни какие-то события чем бы ты могла поделиться хотела бы поделиться и что ты связываешь возможно с тем что ты вот в этом пространстве находишься в поле Светланы какие-то вот еще такие проявленные знаки того что вот эти чудеса с тобой происходят перед самым отъездом очень сильно мощно у меня увеличился динация поток просто расхлопнулся да правильно сказать не знаю мне это прям мне это порадовало конечно вот но больше того я все время говорила у тебя в поле мужчина у тебя в поле мужчина потом на последнем она мне сказала у тебя в поле гуру было крайне неожиданно да появился такой человек он проявился да проявился потрясающе это действительно был вот тот стержневой тот мощь который я наверное который я и загадывала себе да тот человек который которого тебе Света напророчила напророчила вот мне очень спокойно надежно я тебе очень благодарна что ты эти сокровенные вещи приоткрыла нам это очень здорово потому что это же и то и есть из чего состоит счастье в нашей жизни я очень благодарна что ты поделилась со мной с ребятами сейчас этим я не знаю ребят как вы но у меня опять мурашки спасибо тебе большое спасибо вам все я буду рада если мы снова увидимся в Сочи на Алтае на Байкале везде где мы запланировали где мы собираемся я уже сказала переезжайте переезжайте уже ребят просто переезжайте я тоже заикнулась и про Байкал и про Алтай на Алтае у нас же половина группы уже набрана уже половина группы она уже набрана на Байкале поменьше бронирований сейчас быстро они обычно идут я конечно огромную благодарность выражаю и с Плани и тебе и Ирине все уже родные все уже такие близкие и далекие и близкие конечно несчастные спасибо Мариночка до новых встреч пока пока